Наши поехали! Наши! Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Я, конечно, мог бы представить сегодняшнего гостя как поэта или как коллегу-журналиста. Все это правда. Но, положа руку на сердце, конечно, Михаил Мамаев, гордомарин «Земли русской». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Евгений. Был прям соблазн у меня представить вас как коллегу, как человека из журналистского цеха. Это было бы, это бы мне польстило, потому что я с большим уважением отношусь к этой профессии, более того, с любовью, потому что с нее многое началось, с этой профессии. У вас же опыт и телевидение. Да, но больше пяти лет, теория заговора, программа. Да, да, да. Да, и это прям, ну, такое, я расцениваю это как серьезный этап в творческом пути, на творческом пути. Ну, опять же, образование, международная журналистика, МГИМО. С этого все началось. Я после школы поступил на факультет международной журналистики МГИМО, закончил его. И когда поступал, мечтал о том, что связать свою жизнь с журналистикой. Но время перемен пришло, 85-86 год, все поменялось, очень сильно, радикально поменялось. И я понял, что уезжать в корпункт в то время, когда самое интересное происходит как раз внутри страны, а не за ее рубежами, неправильно. И я остался в стране. И во время учебы, и даже во время учебы в школе я сотрудничал с Комсомольской правдой. У меня уже был круг старших товарищей, которые меня как-то вольно или невольно ориентировали в движении этим путем журналистским. И в результате после МГИМО я оказался в перестроечном журнале «Огонек», который все тогда читали. Да, это проект Коротича был тогда флагманом, который как раз вот, собственно, и разрушал систему. Кстати, сейчас... Вот это, кстати, это вот то, что он разрушал систему, это я сейчас понимаю, что действительно разрушал систему на корню. С чем сейчас уже с позиции времени мы понимаем, соглашаться полностью нельзя. Что-то было и хорошее, что-то было действительно достойное, заслуживающее разрушение. Вот. Но я попал в «Огонек» не потому, что я был таким радикалистом, который мечтал о том, чтобы все разрушить до основания, а затем новый мир построить. Просто я видел, что это самый читаемый журнал в стране. И это, конечно, меня очень... Начиная просто с семьи, потому что мы выписывали «Огонек» и прочитывали, вся семья прочитывала от корки до корки. Включая папу генерала? Да, конечно. То есть, ну, может быть, какие-то вещи он вслух не говорил, там, с чем-то он не соглашался, может быть, и глубоко не соглашался. Но было интересно, было там очень много новой интересной информации, в том числе из архивов, о людях. Мы узнавали о людях с какой-то другой стороны, об известных людях. Поэтому, конечно, поскольку отец для меня был огромным авторитетом, я думал, что это вот, если я окажусь в этом журнале корреспондентом, то это будет мое такое самоутверждение в семье, и отцу понравится, и вообще, то есть, это очень круто. Это действительно тогда было круто. Я очень удивился, прочитав, что вы собирались изначально поступать в Суворовское. Я вообще, меня разрывало две стезии, вот, желание пойти по одной из вот этих стезь, из этих путей. Поскольку отец военный, одна из мечт была пойти по линии, по военной линии. Я к этому готовил себя, то есть, я в седьмом классе, в седьмом-восьмом классе, я бегал по утрам с голым торсом, только вот, когда было минус, там, больше минуса 20, я одевал майку. Я бегал по утрам. Девчонки падали тогда? Нет, ну, я по ночам, я утром бегал, когда девчонки еще спали, я обтирался снегом, еще не зная, что такое какие-то, как сейчас все пользуются кремами какими-то для кожи, тогда это казалось девчачеством. У меня чесалась кожа, потому что снег сушил кожу, но я закалялся, готовился к военной стезе, но вторая стезя, второй путь творческий, потому что я отец, помимо того, что он генерал, он был еще и журналистом военным, и я сотрудничал с газетами, начиная, там, первая публикация у меня состоялась, когда я учился то ли третий, то ли четвертый класс школы. И в дальнейшем, то есть до, ну, на тот момент, мы сейчас говорим, седьмой-восьмой класс, я все эти годы печатался, я печатался в «Московской правде», в спортивном отделе, я делал маленькие заметочки о военно-технических видах спорта, по выходным я ходил на стадионы, где проходили кубки, там, мотогонки на льду, подводное плавание, все то, те виды спорта, которые курировало добровольное общество, содействие армии, авиации и флота, где, да, ДСААФ, где, собственно, мой отец и служил. И поэтому, конечно, то есть была какая-то вот, ну, такая смысловая поддержка, я туда ходил, у меня было корреспондентское удостоверение газеты «Советский патриот», которое открывало мне любые двери, и я, ну, вот эти, там, 40-50 строчек, где, когда, кто, вот я это делал, и мне это нравилось, и я писал стихи, и занимался в литературном объединении, и вскоре после этого у меня первое стихотворение напечатало журнал «Смена», и поэтому, конечно, я понимал, что если я пойду по военной стезе, то у меня там на это времени уже не будет, и вот это меня разрывало, и в результате я взял тайм-аут такой, как сейчас бы сказали, тогда, ну, просто паузу, и после восьмого класса я не поступил в Суворовское училище, я решил еще два года побыть дома, ну, а потом уже вот выбор между военным училищем и журналистки, факультетом журналистики, либо МГИМО, либо МГУ, чаша весов перевесила в сторону журналистов. Друг, спасибо, что ты как гранит, за тебя моя боль и молитва. Среди всяческих псевдоэлит ты реальная наша элита. Ты и есть настоящий мой брат, а не тот, кто по школам из Града. Среди всяческих суетных правд ты родной, наша совесть и правда. Да боевой мой товарищ, держись. От бездонного нашего рода нам задачу поставила жизнь иногда воевать на свободу, прикрывать тех, кто слаб от беды, не кичиться готовностью к бою. И теперь это делаешь ты. Просто знай, мы стоим за тобой. И неважно каких ты кровей, в западенском понятии узком, дагестанец, чеченец, еврей в трудный час вдруг становится русским. Нечисть вздула пляски плясать, убивать за мечту, жить иначе. Русский мир на геляки распять, распаляя язык свой собачий. Заварили вражду и теперь ставят доты в украинской хате. Да, у нас тут умеют терпеть, но на всех нам терпелок не хватит. Веря в слабость сибирского льва, разномастные псевдо-мессии в попыхах, засучив рукава, отключают себя от России. Отключайтесь. Не им нас учить. Потихоньку расчистим дорогу. Отключайтесь. Нельзя отключить сердце русских от русского бога. Сберегись, брат, от пуль и от мин. Стало видно, среди этих пожарищ не подходит для нас, господин, русским ближе по духу товарища. Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Красивое стихотворение. Спасибо. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.